Диана Местейко 21-летию Сузорья примерно час, но во дворце уже собираются поклонники творчества Вадима Матанцева, ведь номера в исполнении одного из самых ярких и успешных коллективов ансамбля танца Сузорья всегда эмоциональные и зрелищные. Я пришла поддержать своих подружек, которые сегодня будут выступать. Также мне очень интересно понаблюдать за танцами, посмотреть, оценить. И вообще я очень люблю Вадима Матанцева и уважаю его труд. И мне очень нравится его выступление и как танцуют его дети. То же самое, мы пришли поддержать подружек, и мне тоже нравится его творчество. Очень интересное выступление, очень детям нравится, ездят, выступают. И даже в Минск на балет они ездят. Какой педагог. Заботится о нравственности, о развитии детей. Вадим Петрович очень талантливый руководитель. Я его знаю очень давно, потому что как-то в свое время пела я в хоре в Тесовском. И он так тоже учил нас делать разводочки. Все красиво, взрослых женщин. Ну, очень он талантливый сам по себе. И дети его очень любят. А слушаются как? Он только скажет что-то одно слово в микрофон. Все по стрелочке детки. Понимает его и слушается. Мы очень довольны. Да, мы довольны. Детки ходят. Мы являемся очень большими поклонниками этого коллектива нашего города. Это наша гордость. Очень любим. Мы следим за их успехами. Очень любим деток и самого руководителя. Я сама ученица Вадима Матанцева и Людмилы Матанцевой. Сейчас уже сотрудничаем на уровне предприятий. Приглашаем этот наш любимый коллектив к нам на предприятие в Трешах Таспистрой. Являемся уже друзьями и поклонниками. Желаем ему удачи. Поддерживаем. И пришли в очередной раз посмотреть на прекрасное выступление. Зал полный. Все в ожидании. Искусство танца. Выражение радости и грусти. Умиротворение и безумие. Каждый номер со смыслом. Все части хореографического произведения неразрывно связаны. Кульминация, эмоциональный накал и осмысление. За идеальной постановкой огромная черновая работа. Месяцы репетиций. И лучшая награда для артистов. Аплодисменты зрителя. Зрители радовали номера различных стилей. От народных до современных. Праздничный вечер Сузорья, как всегда, прошел на высоте. В кругу выпускников, партнеров и творческих друзей. Стоит отметить, что заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца Сузорья под руководством Вадима Матанцева известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Коллектив удостаивался многочисленных высоких наград международных и республиканских конкурсов и фестивалей. Ну а если вы по каким-либо причинам не смогли попасть на праздничный вечер, не расстраивайтесь. Солигорский телевизионный канал подготовил для вас онлайн-проект. Я с вами прощаюсь и предлагаю вашему вниманию исповедь Вадима Матанцева. «21-я ступень». Я думаю, что назовем эту передачу «Исповедь». Мне придется исповедоваться по поводу своего творчества и как я пришел на сцену в хореографию. Это было давным-давным-давно, когда в детском возрасте еще ходил в детский садик. У меня педагоги-воспитатели, которые были в детском садике, они увидели небольшое дарование в моей личности, как маленького ребенка, что я могу танцевать. Только как еще непонятно. Это еще был детский возраст такой, но мне очень нравилось в то время. Я был всегда в поисках. Для меня хореография была еще неизведанная тайна. До четвертого класса я прошел секцию легкой атлетики, спортивной ходьбы, ходил в плавание, в театральный коллектив, занимался моделированием в Доме пионеров и множество-множество других занятий, которые я постигал в своей жизни, как ребенок. И только в четвертом классе, когда все-таки, созрев своими мыслями, своим желанием, что я хочу еще изведать одну тайну и научиться чему-то, это хореографии. Вот тогда я пришел во Дворец культуры, в образцовый ансамбль танца «Искорка». Руководил тогда этим коллективом Майя Титовнахомич. Это легендарная личность, которая многому чему в жизни меня научила. И самое главное и важное, дала толчок в этот прекрасный мир танца. Майя Титовнахомич. После окончания школы мне нужно было сделать выбор. Поступать на хореографию или поступать в БГУ на матфак, математический факультет. Потому что у меня и то, и то шло хорошо. И то, и то для меня было близко к моей душе, к моему сердцу. И приехав уже в Минск, выйдя с вокзала, сам себе поставил цель и задачу. Наверное, нужно все объять и все выучить. Но нужно что-то выбрать самое первое, раритетное, нужное. И я посмотрел, что ближе всего, чтобы подать документы, это было у нас университет культуры. И вот тогда я пришел, первые шаги сделав в университет культуры, и зашел в это творческое здание, скажем так, как храм творчества в Беларуси, где учат и обучают этому делу. Я решил, все, это мое. И сразу первый шаг для меня был уверенным, стойким, неробким. Потом уже со временем, когда я начал работать в хореографии, я еще постиг ту свою незавершенную мечту, как математика. Я поступил в Нархоз и получил еще одно высшее образование маркетологом. То есть у меня осуществились две мои мечты. Первые шаги неробкие. Не нужно бояться ничего. Надо всегда стремительно идти вперед и постигать те свои желания, те свои мечты и доводить их обязательно до совершенства. И из урока в урок, из года в год, постигая разные стили и направления хореографии, обучаясь и актерскому мастерству, и музыке, но самое важное хореографии, я влюбился в это дело. И до сих пор я не могу кинуть свою профессию, я не могу кинуть свою работу, потому что в ней я нашел все. И дом, и жизнь, и семью, и любимое дело, как хобби. Педагоги, которые меня учили, дали многое мне в жизни. Не только сочинять танцы, не только двигать своим телом, но и, конечно же, мечтать и думать в хореографии совершенно по-другому. Это Людмила и Александр Ефремовы. Это Елена Шилкина. И многие-многие другие преподаватели, которые дали мне первый толчок и научили, и научили жить в хореографии. Потом я подстегал от других педагогов свое мастерство. Это как Александр Баканов. Я ходил в коллектив Народный театр танца «Карагот», который дал мне большую базу исполнительского мастерства. И потом, после этого, у меня уже пошло не как исполнитель, а как педагог. Потому что сразу с первого курса, когда я поступил, мне педагоги говорили, «Вадим, будешь балетмейстер, будешь сочинять, будешь творить». Так оно и получилось. Мои работы, мои номера – это какая-то определенная история. Это какой-то определенный век жизни, который раскрываю свои чувства, свою тайну. Я хочу донести зрителю свои фантазии, свои мечты. Когда мы выходим на сцену, бывает иногда страшно, потому что думаешь, когда иногда что-то пойдет не так. Но мы навсегда все хорошо, и мы дарим зрителям свою улыбку и хорошее настроение. В жизни всегда бывает разный характер внутри у человека. Да, бывает грусть, бывает боль, бывает ярость и бывает терзание. Но есть же, конечно, и то положительное, и то возвышенное, от которого не хочется уходить, а все время жить в этом состоянии доброты, теплоты и любви. У меня больше всего постановок, конечно, вот на эту тему, что связано с любовью и теплотой наших человеческих сердец. Хочется об этом больше рассказывать, потому что мир сейчас очень строгий, очень больно на душе, я думаю, что у каждого человека. Но в своих постановках я добавляю ту радость и ту изюминку, где нужно улыбнуться и почувствовать настроение в душе. В нашем коллективе создалась уже традиция. Каждый год мы даем нашему зрителю концертную программу, посвященную определенному периоду эпохи нашей жизни. В прошлом году мы давали 20-летие нашего коллектива, как назвали программу, «Тернистый путь к мечте». На самом деле мы мечтаем, и эти пути у каждого разные. У некоторых легкие, у некоторых сложные. Эта ступень, которая уже перешагнула через год, мы назвали 21-я ступень нашего творчества. Эту программу мы совершенно увидели с нашими преподавателями по-другому. Она не похожа на другие программы. В них мы поставили новую планку. Почти 90% нашей программы «21-я ступень» — это совершенно новые номера. В эти номера вложены то новое, что осталось у нас после 20-летия. Потому что каждый шаг уступается с каким-то новым желанием и новым волнением. И мы решили побольше в эту программу дать современной хореографии. Ну, не секрет то, что в нашем коллективе мы занимаемся разными стилями и направлениями. Это классический танец, это народный танец, это современная хореография, это эстрадная хореография. Но современной хореографии у нас было мало в связи с тем, что должен быть педагог, который дышит и любит это направление, этот стиль. И вот в этом году у нас такой появился. Это Андрей Комаров. Это ученик, который танцевал три года назад в моем коллективе, который сделал первые шаги. И мне очень приятно о том, что уверенно сделал шаги. И с таким большим чувством любовью к этому стилю он сказал, «Да, Владимир Петрович, я буду именно заниматься тем направлением, что близко к моему сердцу». А его сердце подсказывало именно современную хореографию. Он участвовал уже в проекте «Танцы на ТНТ» дважды. Участвовал на многих международных и республиканских конкурсах, где завоевывал призовые места. Это для нашего коллектива, скажем, такая ласточка в этом стиле, в этом направлении. В белорусской хореографии, в народной хореографии, наверное, визитной карточкой является эта левониха. Это самый известный в мировом масштабе танец, где показывают на разных концертах. И в этом году я немножко интерпретировал этот белорусский народный танец левониху. И покажу совершенно, во-первых, в другом исполнении, в другом составе и в новых костюмах, которые нам помогли шить наши спонсоры. И, конечно, спасибо большое директору Оксане Анатольевне Куклицкой за помощь в пошиве новых костюмов для нашей концертной программы. Также белорусские танцы будут показаны от мала до велика. «Михосевые забавы» – очень интересный хореографический номер, который будет раскрывать тайну игры белорусских народных фольклорных игр. Мне хочется, конечно, очень много рассказывать, потому что, когда зритель уже придет на концерт, он совершенно увидит новые номера и по-своему их воспримет. Если я сейчас все расскажу, всю тайну, и все номера, зрителям будет немножко неинтересно, оставим это немножко в тайне, за кулисами. Я занимаюсь танцами уже пятый год. Порой бывали такие моменты, когда мне просто не хотелось идти на тренировки, но ты понимал, что это важно, и танцы – это большой труд, который потом ты проявляешь на концерте. Я благодарен то, что в моем коллективе собрались единомышленники. Я их назову поименно, потому что они для меня дороги, и работать с ними в одном коллективе – это большое удовольствие. Это Виктория Войтович, это Юлия Пайко, это Арина Кузнецова, это Андрей Комаров. Эти люди, которые вершат в нашем коллективе творчество. Они не только педагоги, они еще и балетмейстеры, они еще и постановщики, потому что просто научить ребенка – это хорошо. Но когда они раскрывают свои тайны и учатся этому искусству, как балетмейстерская работа, это стоит высокого. И каждому человеку нужно давать проявлять свои фантазии, выявлять их на сцене. Что касается детей, то попасть в наш коллектив легко. Мы даем каждому человеку, каждому ребенку от мала до велика раскрыть. Не всегда получается у ребенка раскрыть себя с первого года обучения. Иногда проходят годы, когда они чувствуют, что это их дыхание, и они живут и находятся в своем русле, как в танце. Но здесь нужно очень много испытаний пройти. Это, конечно же, сила воли, это выносливость, это выдержка, это физическая подготовка. И с этим состоянием приходят, увы, к завершению хореографической карьеры в нашем коллективе, так как уже основной состав Сузорья не каждый. Но если он воспитал этот дух, то он будет танцевать вечно. Танец «Коры» стал нашим дебютом. Я волновалась, но все было отлично. Мы дарим зрителям настроение, когда танцуем этот танец. Хочется сказать еще спасибо своим спонсорам, которые на протяжении многих-многих лет помогают нам организовывать наши проекты. Это Диулин Денис Александрович, шахта «Спецстрой», который никогда не отказывается, помогает нам в пошиве костюмов, в покупке танцевальной обуви, в оформлении декораций концертной программы. Большое вам спасибо. И, конечно же, родители, которые каждый год, видя о том, что каждый номер – это какой-то шедевр, это какое-то новое настроение, которое нужно создать не только движением и пластикой, не только своим чувством и эмоциями, но, конечно же, внешним видом и одеждой. И они помогают нам всегда шить новые костюмы. Хочется поблагодарить Лену Кривальцевич. Это человек-топотушка с нашего проекта «Топотушки», которая каждый день сидит за швейной машинкой и вышивает большое количество костюмов, в котором выходит каждый номер в каком-то своем новом амплуа. У меня горят глаза, когда я вижу на устах детей улыбки. Когда я смотрю зрительный зал, я вижу слезы. Я смотрю зрителей и вижу настроение и аплодисменты. Это стоит дорогого. Тогда зажигается и душа, и настроение, и хочется жить и творить еще дальше и многие-многие годы. Когда в зрителях мы видим эту эмоцию, любую эмоцию, значит, мы не зря творим, мы не зря показываем свое творчество. Наша задача – достучаться до сердец зрителя и показать свою тайну. Чтобы сделать хореографическую постановку, за этим стоит кропотливая работа. В первую очередь, педагога, который должен научить работать своим телом. В первую очередь. Вытягивать подъемы, натягивать колени, ставить постановку корпуса, постановка рук. Ну и, конечно же, раскрыть душу. В каждом нашей хореографической постановке – это образ, который нужно раскрыть, нужно показать и движением, и душой. И у педагогов, у моих, это получается. Они делают великую работу, доносят до зрителя, до детей ту информацию и то желание, чтобы они танцевали с душой. Танец «Зимний сон» у нас новый. Его было очень интересно представлять зрителям, потому что в нем очень много интересных элементов. Это зимний танец, который помогает еще больше поднять это зимнее настроение. Всего насчитывается у нас 12 хореографических групп, в состав которых входит, конечно же, хореографический коллектив «Топотушки». Я немножко об этом проекте не рассказал. В этот тяжелый немножко период, в пандемию, наши, хочется всегда называть, юные танцоры, хотя им уже 70-80 лет, они пока что еще не ходят, побаиваются этого состояния, находятся дома. Но звонят, переписываются, то что скучают. Это один проект «Топотушки». Следующий проект – это уже основной состав коллектива. Сначала это был народный ансамбль танца «Сузория». Потом уже мы защитили 5 лет назад, и это стал у нас заслуженный коллектив республики Беларусь, ансамбль танца «Сузория». И, конечно же, черпать, черпать в основной состав исполнителей сложно. По городу не так много коллективов, которые занимаются хореографией. А я решил создать еще один коллектив, который назвал «Зорочки». То есть это получается такой переходящий, звездный путь нашего коллектива. И совсем недавно, где-то 8 лет назад, мы защитили звание Образцова этому коллективу. У нас получается уже коллектив Образцовый ансамбль танца «Сузорочки». И остальные группы, все детские, которые именно относятся к «Зорочкам», постепенно переходя этот путь, они переходят достойно, когда мы посвящаем их уже в наш коллектив «Сузория». Мне хотелось бы умиротворение той обстановки ситуации, которая слаживается у нас в государстве и во всем мире. Это пандемия, которая не дает возможность тесно соприкасаться с творчеством. Мы соприкасаемся с ним, но только на расстоянии. Хочется, чтобы это все скорее закончилось. Хочется увидеть в глазах людей улыбку, настроение. Хочется видеть в наших деток ту радость, к которой мы стремятся к счастливому будущему. Хочется улыбнуться всем и сказать мир прекрасен и жить в нем хорошо. Мы танцевали «Танец отражения» и как девочка из реальной жизни попала в зеркало, в зазеркалье, и сразу ей было страшно, она боялась чего-то, волновалась, а потом привыкла и хотела нас с собой обратно забрать. Но не получилось. Танцевать соло тяжело, потому что нужно правильно выразить свои эмоции, нужно правильно отыграть это, потому что танцор — это в первую очередь артист. Я благодарен жизни, что меня окрыляют и дают возможность еще много, что свершить мои выпускники. Многие находятся здесь в Солигорске, и даже они продолжают ходить и заниматься в нашем коллективе. Некоторые находятся вдалеке от нас. И очень приятно, что они всегда рядом со мной. В моем творчестве, созваниваясь, они всегда говорят такие слова, что хочется раскрыть крылья и прилететь к ним. Поздороваться, обнять и сказать, «Боже ты мой, неужели вы были вот такими маленькими? Я вас растил на своих руках, в своей душе и в своих мыслях, и вы же стали такими большими профессионалами». И вызывает у меня гордость таких людей, которые сейчас находятся и работают, и учатся во Франции, как Екатерина Голубович. Никогда не забывает, всегда поздравляет и всегда спрашивает, «Как, Вадим Петрович, у вас здоровье?» Мне приятно вспомнить еще одного участника коллектива. Я потом скажу, кто он, но для меня он тоже дорог, потому что раскрывает великую тайну хореографии на подмостках не здесь, в Белоруссии, а во Франции. Это Кирилл Матанцев. Почему я назвал его воспитанником «Долгие годы танцевал у меня в коллективе?» Почему не сказал «Как сын?» Да, это моя родная душа, это моя кровинушка, но больше воспитывал его не как сына, а как артиста. Всем привет! Хочу поздравить коллектив с узором с днем рождения. Ему уже 21 год, это уже достаточно взрослый коллектив, который через многое что прошел. Огромное спасибо нашим руководителям, педагогам, потому что это замечательные люди, которые каждый день вкладывают в вас душу, свои силы, эмоции, ощущения. И, к сожалению, в связи с сложившимися обстоятельствами не состоялось концертов, но ничего страшного. Живите, радуйтесь, самое главное – танцуете. Привет, Сезорьи! От всей души поздравляю вас, нас, с днем рождения! Желаю вам процветания, желаю новых идей, желаю новых возможностей. Отдельно поздравляю Вадима Петровича, крепко обнимаю, вы всегда в моем сердце. Спасибо вам за все, за вкус, за то, кто я есть сегодня, за толчок, за энтузиазм. Вы особенный. И спасибо за то, что дарите людям счастье, тем, что вы делаете, и тем, кто вы есть. Здоровья вам процветания всегда помню, скучаю и очень люблю. С днем рождения! Двадцать первая ступень много пройдена, много сказано своей душой, своим желаниям. Я хочу от всего сердца поздравить всех своих выпускников, поздравить всех своих танцоров от мала до велика, поздравить своих родителей, поздравить своих педагогов с этим прекрасным праздником, днем рождения. Двадцать один год. Много пройдено. Я хочу пожелать вам в первую очередь здоровья, терпения, удачи, той любви, которая вершит в нашем творчестве все. Любите, творите и будьте счастливы. Я поздравляю Сузория и желаю, чтобы здесь все было хорошо. И своих учителей я люблю за то, что они учат нас всему хорошему. Я поздравляю наш коллектив с днем рождения и хочу пожелать всем хореографам и танцорам творческих успехов, здоровья и чтобы они дальше танцевали и придумывали новые танцы. Я поздравляю Сузория, желаю творческих побед и чтобы он становился все больше и больше. У нас классный коллектив, на самом деле, весь дружный. Вот когда у нас концерты, например, мы за кулисами все ссоримся, но потом мы начинаем опять мириться, потому что это вот эта движуха за кулисами, это очень классно на самом деле. От себя я хотел бы пожелать тем, кто начинает в нашем коллективе это трудолюбие, так как всегда будет трудно и на всех этапах жизни тоже будет разнообразные движения либо еще что-то очень трудное, чему надо учиться через упорство именно. Также пожелаю терпения нашим педагогам. Честно говоря, уже который день рождения хочется сесть в зал, посмотреть весь концерт целиком, но не удается этого пока сделать. Но это не минус, наоборот, наверное, плюс, что коллектив настолько большой нуждается в людях, которые отдали немалый срок жизни ему. И поэтому хочется пожелать, чтобы путь творческий продолжался и с каждым разом концерты становились все ярче, интереснее, больших-больших успехов коллективу. Прямо говорит, поздравляю, да? Хочу поздравить своих коллег. Вот коллектив с 21-летием. Только процветания желаю, не знаю, творческого прогресса. Я думаю, что в этом я еще тоже свою руку приложу и дам плод. Я хочу поздравить коллектив Сузорья с 21-летием, пожелать ему творческих успехов, крепкого здоровья педагогам, ну и, конечно же, Вадиму Петровичу. Вот. Потому как очень молод, очень молод, еще ему работать и работать, вот опять же, повторюсь, не дождетесь. Поэтому с днем рождения, Сузорья, ребята, всех вас поздравляю, искренне от всего своего сердца, души, так держать. С днем рождения, Сузорья! Творческих успехов и побед! Мы поздравляем коллектив, чтобы было много побед, творческих успехов, чтобы было все хорошо и все танцевали красиво. Сузорья, с днем рождения! Желаем новых гастролей, ярких побед! Мы любим тебя, Сузорья! Субтитры подогнал «Симон»